Всем привет, с вами Аннет Кастомс и мы продолжаем нашу рубрику гаражные посиделки. Сегодня на моем фоне такая интересная машина. Как вы думаете, что же это за машина? Она двухпотверная, она типа джипа. Она очень гнилая. Сейчас покажу. Если честно, очень похожа на американца. Такие интересные задние форточки. Ну, согласитесь. Ой, господи, еще козырек такой классный. О, это спереди, спереди козырек такой. Это Мазда. Я в шоке, это Мазда. Так вот, про нашу телепередачу. К сожалению, это про гараж последний выпуск. Больше материала у меня нету про гараж. Но смотрите до конца, в конце будет интересный момент про дальнейшее кое-что. Один секретик. Вот, как я и говорил, когда я приеду в ковро, будет полноэкранный Full HD формат про гараж. Все покажу более подробно, чтобы все все разглядели. Вот. А сейчас последний выпуск, и в конце интересная вставочка будет. Смотрите, короче. Во. И в эфире снова гаражные посиделки. Как вы можете заметить, нам подвезли стол. Сегодня целый день, можно сказать. Потому что не день, а утро. Занимался только им. Получилась конструкция довольно специфичная. Поясню. Он состоит из двух частей. Ну, вообще, фактически из трех, получается, досок. Панелей. Но он раскладывается на две части. Сейчас покажу, собственно, как. Так, поясню за его, собственно, систему. Здесь у нас имеется деревяшка, которая там упирается в другую деревяшку. А здесь она упирается в железную штучку. Для того, чтобы вот так вот все не двигалось. То есть, никто не мог ее там случайно ногой задеть, чтобы стол сложится. А система вот такая. Раз. Убираем деревяшку. Стол складывается. Вот так. А потом еще вот сюда. И практически он у нас плоский. Поясню, почему я так сделал. Ты кому говоришь, Каталашкин? Ну, изначально я хотел, чтобы стол откидывался наверх. Но с такой длиной, которой я его хотел. Вот именно 80 сантиметров он здесь. 80 или 85, я уже забыл. То есть, если он откидывается наверх туда по полной, то получается, что здесь ничего не повесит. Никаких там этих полочек. Ничего. А полочки туда хочется. Вот. Поэтому я решил сделать вот такой. складывающийся вниз. Но по высоте, если сидишь, удобно, чтобы у тебя стол был вот на этом уровне. Примерно вот 70 сантиметров. И если делать выше, то это слишком вот так вот допустим. Если чем-то ниже, низко его делать, то низко сидеть. И залазить неудобно. А в данный случае, прям вот найдена такая золотая середина в плане эргономики. Вот. Сидит, хуё знает, что из себя представляет, блядь. Так вот. И прикол в том, что 80 сантиметров сюда не укладывается в 70 сантиметров сюда. То есть, вот видите сами, как получается. А здесь у меня погреб. Я, конечно, туда не лазаю, но мало ли. Так вот. Надо было что-то придумать такое, чтобы он складывался вниз полностью. Вот. Для этого была придумана вот эта система такого столика. Вот. Я думаю, у каждого есть такой стол. Стол-книжка. Здесь, не скажу, что журнал, но брошюрка. Стол-брошюрка. Назовем ее так. Потому что прям такой попод складывается. Какой? Мне надо придумывать эти для ну, вы поняли. Сочинить, альфуи. Очень много нюансов было здесь в плане того, что как вот именно его сделать. Для того, чтобы угол наклона был максимально ближе к стене. Потому что если тут, короче, вот эта система, которая держит деревяшку, если ее там короче, первый вариант был не очень, он вот так вот выпирал. А хотелось все-таки, чтобы он был более плоским. Чтобы и погреб был удобно открывать. Ну и вообще, чтобы как-то вид создавался более-менее удобный. Поэтому пришлось вот эту штуку внедрять. Еще там кое-что сделать. И вот очень хитрым сделать вот такой пасек деревяшки, чтобы вот сюда вкладывалась железочка. И чтобы была большая площадь прилегания. То есть, в принципе, конечно, его можно и вот так вот оставлять. Но для этого тут нужно немножко, наверное, систему как-то поменять в плане деревяшки. Может быть, она и будет нормально и так держаться. Но вообще, конечно, я хочу, чтобы он по полу раскладывался. Чирик, чирик, все. Стол, вот он. Ну, собственно, закрепил я и стол. Такими двумя уголками. Плюс там еще середку, пол. Ну, короче, захочешь, не оторвешь. Ну, на сегодня, я думаю, все. Я думаю, правда, со столом я провожусь меньше, но нет. Что-то пошло не так. Фантазии твои! Ну, короче, главное, стол сделал. Теперь можно все распихивать по местам. Я думаю, сейчас по-быстренькому все это распихаю. Вот, чтобы место поменьше занимало. Ну и, собственно, поеду домой. А все остальное буду уже завтра, наверное, либо там попозже обустраивать, то есть, все полностью убирать, вот этот, тырым-пырым, там что-то придумывать, картину какую-нибудь повесить. Сюда вообще по кадру было классно. Разобрал я ту кучу, которая здесь лежала, всего, инструменты, ящики. Распихал. Туда что-то, сюда что-то. Короче, что-то я устал, ну его нафиг. Собирай мешки, уходи нахуй отсюда! Доделаю потом, все равно сюда потом прижать еще. Некоторые саморезы докручивать, полочки делать. Ну и вообще, а, ну вот там тоже вешать полочки, короче, обустраивать, свет делать. Ой, делов тысячу! Так что вот, пока что остается все так, а я домой. Что может делать обычный человек ночью в Чкалово? Правильно? Покупать мупет! Покупать мупет! МОПЕД!